Всем привет! Сегодня поговорим о том, как шахматы связаны с математикой и одним из разделов теории вероятности. Теория вероятности это раздел математики, изучающий случайные события, случайные величины, их свойства и операции над ними. Итак, поговорим мы сегодня на примере капельных шахмат. Кто еще не познакомился с этой игрой и не знает правила, ссылка есть в описании под этим видео. Поэтому, пожалуйста, посмотрите и обратно возвращайтесь к этому видео. В чем же здесь связь, в чем же здесь закономерность, давайте рассуждать. Поскольку у каждой из сторон в начале по 16 карт, а под каждой картой есть какая-то фигурка, то, зная, скажем так, законы теории вероятностей, мы можем просчитать некоторые вещи. Ну и давайте вот начнем. Значит, 16 фигур на шахматной доске, еще раз 16 карт, под каждой картой своя фигурка. И, например, нам интересно узнать вероятность выпадения короля первой картой. Что это значит? Это значит, что в колоде из 16 карт у нас всего один король, потому что у нас в начале с вами на шахматной доске всего один король. И получается вероятность выпадения короля, это будет 1 разделить на 16, на 16, да, либо получается, например, это 6,25%. Но если мы вот все это сначала разделим, потом умножим на 100, то получим вот такую вот небольшую вероятность. Но надо сразу сказать, что 6,25% вероятность самая маленькая из тех, которые мы будем наблюдать. Поэтому первой картой, как правило, король не выпадает. Но, конечно же, существует такая ситуация, и математика нам в этом говорит, что когда-то, рано или поздно, король все равно выпадет первой карты. Хоть такая маленькая вероятность. Но давайте для примера попробуем поговорить о пешке. Значит, в самом начале пешек у нас с вами 8 штук, поэтому мы с вами будем 8 делить на 16. И также умножать на 100, чтобы нам получить вероятность в процентах. И здесь мы увидим уже вероятность в 8 раз больше, чем в предыдущий раз. Либо 1,2, да, 8,16, 1,2, либо это 50%. Ну, то есть процент выпадения пешкой первой карты достаточно велик. То есть каждая вторая карта, это будет пешка. Для чего мы все это делаем? Да все очень просто. Прикидывая вот эти вероятности, мы можем каким-то образом предсказать, какая карта выпадет. То есть здесь есть несколько, некоторая, скажем так, корреляция с карточной игрой покер. Там тоже выпадают карты. И тоже некоторые вероятности мы можем там просчитать. Но там намного все сложнее. Здесь у нас все проще. Итак, давайте двигаться дальше. Значит, даже, например, обладая 50% исходом, это достаточно высоко по меркам капельных шахмат, тем не менее пешка не всегда выпадает первой. Но вот по опыту могу сказать, что вот очень часто, когда первая, вторая и третья карта, или первая и вторая карта, вот зачастую выпадают именно пешки. Вот так вот. Король может выпасти и первый, и последний. Ну вот кто играл, те примерно представляют, о чем идет речь. Так, ну дальше я предлагаю решить парочку задачек. На самом деле, на задачи, о которых мы сейчас будем говорить, ссылка будет в описании к этому ролику. Можно ознакомиться с тестом. Насколько я помню, больше около 10, по-моему, заданий. Вот. И можно самостоятельно это все будет порешать. Мы с ребятами на уроке это уже делали. Ну, давайте вот следующий вопрос. Циферка 3. Вот, значит, мы играли, играли с вами, и у нас было вытянуто уже 14 карт. Соответственно, 16 минус 14, остается 2 карты. И мы, видя то, какие карты мы вытаскивали, можем предположить, какие у нас остались. И, исходя из этого способа, мы увидели, что у нас остались нетронутыми 2 ладьи. И у нас с вами осталось, давайте я напишу, 2 из 16, 2 карты. Мы знаем, что это 2 ладьи. И вот вероятность выпадения ладьи, например, посчитать здесь. Задача очень простая. Можно нажать на паузу, самостоятельно посчитать. Но кто уже прикинул, давайте разбираться вместе. Да. Здесь вероятность будет просто 100%. То есть, это, по сути, 2 из 2. Если решать таким же образом, как мы только что решали, нужно 2 разделить на 2 и умножить на 100. Все правильно. Обе карты, это у нас ладья. Поэтому выпадение ладьи, это будет ровно 100%. Вот так вот. Ну, давайте следующая задача. У нас осталось 3 карты. Из 16 из 13 выпало. И мы знаем, что, значит, карты у нас остались король, конь и пешка. То есть, это у одной из сторон. Еще раз я причину, у белых там или у черных не принципиально. Ну, и вот здесь вот надо посчитать вероятность выпадения коня. Все очень просто. То есть, у нас получается с вами остается 3 карты. Одна из них конь. Мы 1 делим на 3. И потом все это будем умножать обязательно на 100. После умножения мы легко с вами получаем, что вероятность 33%. Примерно, да. То есть, скорее всего... Ну, не то, чтобы скорее всего. Конечно, наоборот. Не, скорее всего, меньше 50%. Что выпадет конь. Но, тем не менее, вероятность очень высокая, если мы номер сравним вот здесь вот или вот здесь вот, да. То есть, вот в начале конь, если будет выпадать, это 6.25 умножить на 2. Потому что 2 карты из 16, да, конь. И вероятность будет в 2 раза больше. 12,5. То есть, здесь 33. Ну, то есть, практически в 3 раза, да. Ну, не мудрено, потому что карта осталась намного меньше. Ну, то есть, вот так вот. Еще раз промежуточный итог. Для чего все это делать? Для того, чтобы по ходу партии, там, после 3 вытягиваний, после 10 вытягиваний карт, вы понимали, что у вас осталось и соотносили риски. Тянуть вам следующую карту или ходить. Какая вам фигура нужна? С какой вероятностью она выпадет или не выпадет? То есть, если вы понимаете, что у вас осталось, например, 8 карт, и под одной из карт ферзик, и вам реально нужен ферзик следующим ходом, например, чтобы заматывать, вы должны понимать, что вероятность 1,8, вероятность достаточно маленькая, это 12,5%, значит, что, скорее всего, ферз не выпадет. И лучше не испытывать судьбу, например, да, там, как-то сходить или как-то защититься, например, от мата. Но вот в таком плане можно и рассуждать. Если у кого-то остались вопросы, обязательно задавайте в комментариях под этим видео. Спасибо всем большое. Порешайте тестик, кто еще с ним не знаком. Также есть ссылка в описании под этим видео. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.